Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мягкая походка тайна такая, немножко кошачья. И взгляд, и улыбка ее. Ну, очень много похожестей. И даже жесты руками очень похожи. И очень важно, когда артист выходит в этом проекте и проявляет огромную степень уважения к артисту, которого он пытается нам показать. Так что я считаю, что работа сделана хорошо. Очень хорошо. Ну, Ларис, понятно, мужчине непросто спеть женским голосом, но женщине петь голосом мужчины, это кого это? Куда дели паршюту? Да. Куда дели паршюту? Там было написано, вы нас обманули, ее здесь нет. Нет ни в облике внешнем, ни в голосе, ни в манере. Здесь был Валерий Мелаза, чистой воды. Работа блистательная. Насколько это тяжело, это может только сказать женщина, которой предстоит спеть мужским, причем таким невероятным голосом, как у Валеры. У него такие интонации, которые очень сложно спеть. Когда вот только прозвучали первые ноты, мне не показалось, что это очень похоже. Но когда начался куплет, я услышала эту миладзовскую вибрацию такую, которую только он один поет на свете вообще, таких других нет. Я поняла, что Юля колоссальную работу проделала. Просто колоссальную. Ура! Браво! Сигран, дорогой, ты, во-первых... Браво! Поретadores все! Браво! Игорь! Сигран! Игорь! Как определить голос Сары? Колоратурная сопрано. Колоратурная сопрано. Совершенно верно, да. Так я и думал. Да неужели. И чем же колоратурная сопрано отличается от меццо, скажем, сопрано? Тесситура очень высокая. Тесситура? Да. Тесситура действительно высокая. Согласна абсолютно. Причем сегодня особенно высокая. Скажи, а вот так фактура платья тебе понравилась? Платье, кстати, фасончик надо снять. Очень красивое. Вообще была красивая очень картинка. И так красиво возлегала Виталия Гагунская. Это было так правдоподобно. И самое, конечно, было ужасное в том месте, когда прозвучал петух. Да это не петухов. Как называется это у Сары? Нет, минуточку. Я не хочу, чтобы вы имя Сары Брайтман сейчас как-то... Она никогда не дает петухов. В этом, наверное, ее и профессионализм, и прелесть. И в том, что ее... Ладно, не ври. Это было в Мэнфисе, есть запись. Так, успокойтесь, успокойтесь этого армянина, пожалуйста. Я сейчас успокою сама. Мэнфис — это маленькое армянское село. Да, да, именно. Там Сара действительно дала петухов. Совсем недалеко от Еревана. Она кому-то так передала петуха. Недалеко от Еревана, да, да. Так вот, конечно, когда прозвучал этот петух, мне так захотелось смеяться. У меня был приступ, но это было так серьезно со стороны Виталия Гагунского. Он бровью не моргнул вообще. Как будто так и должно быть. Поэтому я себя еле сдержала и досидела до конца с серьезной физиономией на лице. Значит, спасибо за труд, потому что петь мужчине колоратурное сопрано невозможно. Ты сделал невозможное. Брови просто брайтмановские, точно. Взгляд ее, круглые глаза, всегда вот такой взгляд. Вот все было в образе абсолютно похоже. Поэтому брали. Спасибо. Ну вот, Света, у нее женский потрясающий голос, а это мальчишеский, мальчишеский солнечный голосок. Вот об этом я и хотела сказать, что я, к сожалению, сегодня услышала тембр очень похож, но я услышала женский голос. И мне не хватило вот этого юношеского и такого подросткового азарта, который был у Робертина. Такой неаполитанский, светлый, солнечный абсолютно голос. Он так легко пел вообще, в принципе. Он не думал о том, как он поет. Он просто пел, потому что ему нравился этот процесс. И в нем было столько солнца. И вот этот азарт подростковый. Слышно было, что поет мальчишка. Я этого сегодня не услышала. А в остальном было очень здорово. Спасибо за этот номер, за чудную атмосферу. И спасибо, Светочка, за то, что напомнила нам такую чудную песню, которую я люблю с детства. И этого певца, которого я тоже обожаю с детства. Собственно, я и воспитывала свои музыкальные привязанности я на такой музыке. Спасибо огромное. Тигран, как? Попробуйте спить там нормально. А что такое в этом ящике, что там нельзя спить? Лариса, попробуй спить там. Во-первых, там много насекомых, Лариса. А что там такого, что там? Давай попробуем. Давай попробуем. Джамайка. Пошли. Давай. Минучку. Вот так. Абонтация. А ну давай. Лариса, осторожно, там женщины. Итак, возвращаемся в год. А можно я постижу Пайпанк? 1962-й. Прошу. Пейпанк? Пейпанк? Субтитры создавал DimaTorzok Одесская версия песни Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, уважаемые члены жюри Светочка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бывало такое в таких больших концертах, когда много-много номеров Очень часто довольно Мы много лет с ней знакомы Она, конечно, была в некотором смысле революционером на нашей эстраде Самые модные песни принадлежали ей, ее исполнению Икона стиля была вообще, в принципе Всю жизнь, когда она выходила на сцену Все женщины, которые были в зале, снимали фасоны ее платьев Она была модельером сама для себя Она же сама придумывала для себя фасоны всех платьев Это невероятно просто У нее был безумный талант Подобной певицы у нас не было Ни с таким голосом, ни с таким тембром, ни с таким очарованием Что касается выступления сегодняшнего Очень много было похожего Но не до конца Я не знаю, что помешало Но я услышала потенциально, что ты мог бы довести это до финальной точки Немножко не хватило чего-то И безумно, конечно, была смешная Лиса Что она вытворяла? Она передает привет вам Жила своей жизнью Вот она и продолжает сейчас Жить своей жизнью Это невозможно просто наблюдать Какой-то пламенный привет, Лариса Александровна Ну и, конечно, я опять-таки увидела со стороны Сережи Большое уважение к великой и замечательной нашей певице За это тебе большое спасибо, Сережа Спасибо огромное Александр Тигран А мне тоже показалось, что голосово очень похоже было Не все, но очень многие моменты Это сложнейшая задача Потому что у Шуры единственное такой необыкновенный какой-то тембр И эти мелизмы, которые он делает, когда хочет И когда хочет, когда нужно, и когда не нужно В общем, поэтому здесь Настя, мне кажется, ухватила Вот самое главное Это действительно очень качественная работа Да, Ларис, это один в один Мне понравилось Спасибо Юрий Николаевич Как мы охарактеризуем этот голос? У нее сопрано Сопрано? Сопрано, да Ближе к колоратурному Ну и У нее высокий очень тембр голоса Естественно, мужчине это никак нельзя сделать Но Руслан сделал все возможное Для того, чтобы мы услышали Жанну Агузарова У Руслана у нас ведь баритональный тенор, да? Да Браво, верный, браво! Какие познания! Ну а как, я серьезно готовлюсь к этим моментам Итак Я абсолютно точно увидела Жанну Агузарова Все манеры, голова Это абсолютно каменное выражение лица Даже в самых веселых песнях И в самых веселых моментах И вдруг какой-то неожиданный танец Сумасшедший какой-то Стоит ровно И вдруг начинает Я не знаю Может быть она действительно марсианка Какой она себя нам всем представляла И позиционировала Но вот сегодня это была абсолютная Жанна Агузарова Спасибо тебе, Руслан Опять колоссальная работа И ты действительно трудяга Спасибо тебе большое Спасибо вам большое Спасибо Ну Юр, если бы ты встретил такую девушку Периодически говорим все-таки об особенностях действительно голоса У Саши особый голос И я хочу понять вот это Он особенно хрипит Да-да И хрипит И какая-то мне кажется Что мне это всегда очень импонировало В нем Какая-то Все время к фониатору отсылали больной Все время Что у тебя с голосом Все время А я всю жизнь завидовала тебе Что я не могу так петь с хрипотцой Ларынька, ты так поешь Что дай бог всем завидовать Нет Ну ты же поняла о чем я говорю Мне тоже показалось Что сходство было очень Очень и очень Прям вот С самого первого шага Это был Сашка Точно И то, что вот она смогла сделать женским голосом По манере Это тоже все стопроцентное попадание Очень здорово Молодец Люся Рассказываем Первая крикнула Браво Лариса Это такая награда От тебя слышать Это браво Лариса Но я знаю Что многие критики Говорят Что именно эта песня Из репертуара Анны Герман Читается самой сложной По исполнению Действительно ли это так Ну и соответственно Справился ли Алексей сегодня Я не знаю Насколько она была сложна Для Анны Герман Я вообще очень люблю ее Люблю ее Люблю ее творчество У нее был невероятно Мягкий Душевный И очень Сердечный голос Если так можно выразиться Говоря о голосе Но то, что сегодня Проделал Леша Это, конечно Что-то фантастическое Мы говорили о том Сегодня Что мужчине Спеть женским голосом Невозможно Это Неправда Вот вам доказательство Того, что это возможно Спасибо большое Это очень талантливо Это было Так же искренне Это так похоже Взгляд ее Как это у тебя получается Я не понимаю Ты большой артист, Леша Я тебя поздравляю С очередной победой Спасибо большое, Лариса Я услышала Красивую песню В исполнении Анны Герман Спасибо огромное, Лариса Было очень похоже И внешне И голосово И очень хороший французский Я французский обожаю Просто Я это почувствовала И поняла Спасибо большое За чудесное уважение К оригиналу И Такое трогательное Исполнение песни Которая По которой сходил с ума Весь мир в те годы Просто сходил с ума Спасибо Тигран Спасибо вам большое За чудный вечер, ребятки И за ваш труд Итак Два балла сегодня Получает Виталий Гагунский Три балла Сергей Пенкин Четверку Четверку получает Надежда Грановская Пять баллов Светлане Светиковой Шесть баллов Вадиму Казаченко Семь баллов Анастасия Истоцкой Восемь Получает Анжелика Агурбаш Девять баллов Достается Руслану Алихну Десять баллов Юлия Паршути И двенадцать Получает Алексей Чумаков Спасибо Ну Как они вас усыряют И главным подарком Будет песня Юлии Паршути Юлия Паршути Юлия Паршути Юлия Паршути Юлия Паршути ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ